Министерство образования пока не планирует возвращать детей за школьные парты. Именно так в профильном ведомстве прокомментировали петицию, которую составили и обнародовали родители учеников. Стремительно набирающим популярность обращений авторы призывают не издеваться над детьми и как можно скорее вернуть их к традиционному формату обучения. Вот выдержка из этого письма. Школьное образование должно быть очным, живым и натуральным. Оно не должно быть заменено цифровым суррогатом. Сегодня прямо на наших глазах цифровые технологии окончательно разрушают традиционную школу. Уровень знаний тех детей, кому родители не нанимают репетиторов, работающих с учащимися лично, стремительно падает. Мы видим, что личное человеческое обучение становится привилегией только хорошо обеспеченных семей. А тем, кто не в состоянии платить, предлагают довольствоваться пустышкой. Родители подчеркивают, вынужденная дистанционка сделает новое поколение малообразованным. Ведь технологии не могут заменить живого общения с педагогом. К тому же малоподвижный образ жизни и компьютеры серьезно сказываются на здоровье, уверены авторы. Петицию, адресованную президенту и министру образования, подписали уже свыше 10 тысяч человек. Однако в профильном ведомстве лишь констатируют удаленный формат обучения, мера вынужденная. По просьбам родителей и с разрешения врачей за парты уже смогли вернуться ученики младших классов и дети из малокомплектных школ. Ну а всем остальным придется терпеть и ждать официального одобрения со стороны Министерства здравоохранения. Здесь нужно понимать, что решение принимает главный санитарный врач. Как только от главного санитарного врача, от наших коллег в Министерстве здравоохранения будет принято соответствующее решение, наши школы, администрации школы, они составят соответствующее расписание. Мы доведем информацию до родителей, до всех учеников.